Буквально только что мировое сообщество праздновало триумф мировой космонавтики, весь интернет смотрел за этим, бились рекорды, все праздновали, но это была всего лишь игра между командами Fly2Moon и Empire Hope, непонятно почему она вызвала такой ажиотаж, а сейчас, друзья, Fly2Moon против Fly2Moon 2.0 столкнутся друг с другом для того, чтобы выяснить, кто же все-таки больше космонавт, черт возьми. Хорошая серия нас с вами ожидает, скорее всего, буду признателен нашим коллегам, если они нам выведут таблицу группового этапа, чтобы мы оценили положение вещей, если для FTM мы уже успели обсудить, что к чему, то для Fly2Moon 2.0 надо сейчас посмотреть, в каком положении находятся эти ребята. Кстати говоря о коллегах, да, с вами по-прежнему Дмитрий Light of Heaven Куприянов, Митин Мейтфильнов, меня зовут Дима Not in My House, и вот она таблица группового этапа. Что мы видим для Fly2Moon 2.0? Дим, прокомментируй, пожалуйста, 2-3 у них счет сейчас. Ну, им нужно побеждать, это очевидно. И я бы сказал, что противники у них довольно-таки неприятные, потому что Fly2Moon сверх замотивированные ребята, которые прям наверняка будут биться за первенство. Естественно, кто победит в этом противостоянии, тот и батя, как говорится. Соответственно, им будет тяжело. То есть из-за того, что видно, 3 раза они проиграли, по картам у них 4-6. И сейчас их могут задушить, учитывая, что у них оппонент уники, которые прям вот будут биться до всех сил, чтобы попасть в плаву. Ну, уники... В общем, им конец. В общем, им конец. Вот из-за того, что я посмотрел по таблицу, им конец. Вот пока первое, что приходит было... Проблема в том, что у них осталось два матча, это против Fly2Moon и против Ашер, и вот скорее прям конец. То есть типа и одни, и вторые их, скорее всего, обыгрывают, да, а в Fly2Moon еще сейчас непонятно, в каком они составе будут сегодня выступать, потому что на каждом сезоне париматч лиги, абсолютно на каждом, есть какая-то команда, которая идет по стопам великого и ужасного скрина и предпочитает каждому матчу подходить с неожиданностью для своих соперников. Выражается это, как правило, в заменах, которые происходят. Могу тебе продиктовать, что у меня есть по ним с последнего заявления. Значит, что последних два матча регулярки париматча Fly2Moon 2.0 будут играть с таким составом. Аскольд, Нонград, Ноуфир, Лил и Зитракс. Лил, Зитракс и... Аскольд, Анград, Ноуфир. Нонград и Ноуфир, ну то есть это получается два единственных игрока, да? Аскольд тоже, Скольд заявлен был чуть не с первого дня, если не с первого дня. Плюс два вот этих вот у нас. Снова поменялись, но по идее и на сегодня, и на условное завтра, они остаются. Окей, ну посмотрим. Сложно судить о том, пойдет это на пользу ребятам или нет. Да вообще, мне кажется, об этом говорить особо не приходится, потому что мы с вами видели, как подобного рода составы проводят свои игры на сезонах. Типа ни на одном из трех сезонов не было у них особо возможности зацепиться за плей-офф, об этом даже просто речи не шло, потому что есть объективные фавориты, которые мы видим, что хорошо играют, а есть ребята, которые по тем или иным причинам меняют состав от раза к разу, и очевидно, что далеко не каждая смена идет команде на пользу. Вроде как они что-то ищут, может быть пытаются что-то придумывают. Но я, если честно, на ребят с Flight of Moon 2.0 по-прежнему немножко обижаюсь, не хочу уже даже возвращаться к тому, почему так происходит. Ну, то есть исход этой встречи, Митяй, для тебя лично очевиден, правильно понимаю? Думаю, что да. То есть, опять же, но фейеры против айсберга и компашки, как минимум, принципиальная встреча должна быть. Да, ну, это забавно. Скорее всего, захотят задушить. Опять же, у нас нет всей информации, но фейеры предоставлены информацией от организаторов лиги с тем же составом. Мы также имеем информацию, которую нам дал вам скоро о том, что Титрик устал от доты и будет дочиливать эти игры вот пару штук до условного окончания своей карьеры и так далее. В рамках всего этого мы делаем вид, что команда Flight of Moon обычная, хочет побеждать. Я думаю, что с большим удовольствием это сделает. Команда Flight of Moon 2.0, они вообще не знают, чего хотят. Но, надеюсь, не то, о чем я думаю. Да. Сглаживать острые углы будем просто потому, что, возможно, как-нибудь при других обстоятельствах мы эту тему поднимем. И не в рамках лиги, не в рамках третьего сезона, по крайней мере, уж точно. Дим, про костяк команды Flight of Moon 2.0. Вот уже не один раз слышал мнение от наших с тобой коллег, что этим ребятам уже, скорее всего, ничего не светит. Вот Сережа Смайл, в частности, например, выражал мнение, что, возможно, им стоит либо разойтись друг с другом, попытать счастье и удачу в совсем других составах, либо, может быть, вообще перестать пробовать себя на профессиональной сцене. Как ты относишься к этим ребятам, к этим игрокам? Ну, про этих ребят я солидарен с Сережей. Я могу сказать про этих ребят, что они уже довольно-таки долго играют на профессиональной сцене. При этом они не сильно выделяются, если честно. Вот, допустим, если брать NoFira и NonGrad, то как-то у них вот все стоит на одном и том же месте, поэтому не видим прогресс. То есть, когда не видим прогресс, то создается впечатление, что они могут еще пять лет играть с любыми плюс два, с любыми плюс три, и, скорее всего, они будут продолжать там находиться где-нибудь на 8 СНГ. Но, на мой взгляд, это не совсем то, чего они хотят, хотя, с другой стороны, кто его знает, может быть, их все устраивает. Может быть, и так, действительно. Драфты, друзья, первые карты на ваших экранах. Flight to Moon 2.0 только что отлично размялись. Если вдруг эту серию вы не смотрели, вы ее, разумеется, найдете на наших YouTube-каналах. Ссылки на них, если что, можно и в наших соцсетях найти, если вдруг не удастся вам погуглить. В общем-то, там ничего примечательного особо не было. FTM быстренько и достаточно легко выиграли две карты из двух необходимых. Два ласта, два Flight to Moon. У нас тут на прогоне вчерашнего дня было аж три ласта. Я как раз делал пост в Twitter, Дима его ретвитил. Это идеальный был состав в студии аналитики, но продержался он не дольше, чем минуту. И в эфир, к сожалению, в таком составе мы не вышли. Хотя, я уверен, публика была бы в восторге. Кстати, я не уверен, кто у нас сегодня режиссер. Если тот, который повеселее, то он прямо сейчас может трех ластов сделать. И я уверен, что зрители ему за это скажут только спасибо. Я думаю, не стоит. Я думаю, Дмитрий, нужно продолжать пиарить ваш Twitter, чтобы все зашли и посмотрели. Да нет, это абсолютно бесполезное занятие, Дмитрий. О чем вы говорите? Я, на самом деле, следил за этим достаточно долго. Просто, ну, сколько зрителей с трансляцией придут ко мне в Twitter. И там количество измеряется, ну, типа... Смотря что показываете, Дмитрий. Смотря что показываете. Показываю. Ну, вот корова там сидит, советский шкаф стоит. Я в толстовочке сижу с отвратительной прической. Все как... Вот был бы у вас ковер, Дмитрий, я думаю, ботяги 20 миль. А коврак, сожалению, нет. Ковра определенно не хватает. Дмитрий, Дмитрий, давайте вы потом поссоритесь, а пока это поссорим на драфт и все дела. Давай, давай, хорошо. Давай к драфтам. Что можешь по ним сказать, Митей? Я могу сказать, что состав, объявленный заранее, подтвердился. Мы видим всегда Дитриксы здесь. Мы видим всегда Лила здесь. И это довольно интересно. Опять же, не хотел обсуждать до того, как увижу, что они прямо в игре. Потому что мало ли кто-то что передумал. Так вот, насколько я понимаю, насколько мне это видится, Flight to Moon 2, опять же, не особо хотят выигрывать. И поэтому мне вдвойне странно видеть здесь Лила, который много всегда всем говорил о том, что он хочет побеждать. И как раз таки уходил из агрессив мод. Со словами, что нет смысла, потому что у нас опять просто воруют игроков. Ну смотри, как это может выглядеть? То есть, наш взгляд на ситуацию в команде Flight to Moon 2.0, очевидно, может отличаться от взгляда Лила. Возможно, чего-то не знаем мы. Возможно, зачем-то не досмотрел он. Он видит NoFira и NonGrad. У ребят, которые некоторое время назад, достаточно большое время, но все же неплохо там выступали на отдельно взятых турнирах, с которыми он вполне возможно что знаком. И, возможно, даже общается сколько-то. Поэтому почему бы не прийти к ним, не поиграть, тем более, что сейчас он на безребии, по сути, находится. Ну, примерно так, если рассуждать, то ничего странного в этом нет. С другой стороны, ну да, Flight to Moon 2.0, звезд с неба тоже не хватают, не выигрывают особо ничего. Но раз на раз же не приходится. Ты пришел, попробовал, поиграл, три игры. Это же ни к чему его не обязывает. Поэтому он поиграет, посмотрит и дальше пойдет. Так-то да, так-то да. Ну, опять же, посмотрите, что у них получится или не получится, потому что пока драфты выглядят интересно и стоят с другой стороны, потому что у нас активные герои и сверху без жадности, и снизу без жадности. То есть даже тот же Шейкер особую ситуацию не портит. И у нас, возможно, будет крепкая лупка на ранней стадии игры. Какое хорошее слово ты придумал, мне нравится. Снова ондайнг для Flight to Moon. Крепкая лупка превращается в лупку под хвост. Тихонечку. Потому что опять все сигнатуры на герой. Ты просто смотришь на вот то, что происходит сейчас сверху. Ты прямо видишь, вот Илья. Вот там генерал. Вот Алоха. Высвел успех. Скажи, мне не скажу. Флай, да. То есть все по порядку, все на местах. Один, второй, третий. Но вот Спектра интересный выбор. Я бы, например, не хотел играть в Спектрой в такой игре. А ты, Димон? Я бы тоже. Один контроль в виде Шейкера. Шейкер нужно долго фармить. Шейкер должен там где-то выносить свое. То есть он уже жадноват. Параллельный Нечандрос, который тоже не откажется от слотов. Вот. Плюс Фурион, любящий темп, чтобы он просто шел и захватывал. Преимущество, ломал товара. И тут неожиданно к Фуриону забирается Спектра, которая с ним может быть синеркирует где-то там минуте на 30-е на 40-е, когда у него будет радианс и еще один слот. Но до этого момента она ломает весь темп Фуриону. Мне кажется, сейчас еще может быть такая ситуация, что у нас Девс появится. Лас Пиклим, а они просто будут рофлить в три ультимейта. Это обычно продолжится. Ну, это может недолго продолжиться, потому что ничто не мешает Лансеру собрать худ. Все так. Не, про то, что концепт в том, что берут фановый драфт для себя, играет пока весело. Стало не весело, али в нуле. Ну, здоровье. Такое уже было, да? Я просто говорю, как отсутствовал. Да, да. Флайд умун снова ничего не придумываешь. Пока мы опять же видим ПЛ, на которого особо ответа нет. Пока мы видим спектру, на которой ответы есть. И Лас Пик пока у Флайд Умун 2-0. Поэтому у них ситуация вроде как получше. Поэтому вопрос, чем нас удивит Айсберг сегодня? И не будет ли это какой-нибудь сайлансер? Не пора ли? Для героев сверху пока игра выглядит на уровне убей шейкера. Все, они убивают шейкера, и это победа. План Гольвер начинает делать все, что угодно в замесе. Лансер просто вырезает героев по одному. И все, что нужно сделать, это найти шейкера. Все, на этом игра для Флайд Умун 2-0 заканчивается. Лас Пик может им ситуацию исправить? Ну, вернее, да, Лас Пик будет. Ну, не посмотрим, какие герои будут по итогу взяты и забанены. Сейчас вот и скажу тебе ответ. Но, скорее всего, нет. Просто потому, что ты берешь шейкера в уже готовый Рубик, и у нас, скорее всего, просто будет крепкая фиссура на 4 секунды. О, да, крепко. Что-то я там вчера рассказывал про ультимейт Байна, который 18 секунд. Не, ну, ультимейт Байна, это ладно. Я вот играл, в меня залетает Телекинез Рубика с Теймлис Реликом, я вешу в воздухе условных 4 секунды, приземляюсь, получается, Станворец Кинга, ворованный Рубиком, и стою еще 4 секунды, итого 8. И это было довольно интересно. Поэтому здесь, ну, ты в целом не то чтобы хочешь иметь таких героев, которые не могут быстро бить Рубика, и при этом имеется, условно, шейкер, который может дать ему фиссуру. Банк, потому что я просто не так, наверное, сформулировал. То есть можно взять героя, который имеет опасную обилку, которая даст Рубику, и это будет не здорово, но, условно, например, Пангольяр, когда, например, он крутится, он сразу может подпрыгнуть, и его, условно, Рубик не ворует. Так и здесь. То есть можно взять героя, который имеет опасную обилку, но после нее сразу что-то еще колдует моментально и не отдает опасную обилку. Снова вопрос, что кроме шейкера ловит шторма, и то шейкер уже с этой задачей, ну, справляется, судя по всему, так себе. Пак ловит шторма. Надо пикать? Ну, это единственный герой, который может как-то за секьюрить мид-гейм, для этого не факт, что он спасет. Но, объективно, Фурион сейчас в миде смотрится блекло, потому что шторм шестого левела начинает душить и Фуриона, и всех остальных, и, ну да, здесь очередный пак, потому что, ну, кроме пакта, вообще никого не было. Но даже пак не решает проблему с Сауе. Я вижу, как шторм врывается в шейкер, убивает его, и все, и лансер делает минус 4. Соляного. Вот. Это конец. Да, поэтому флотмун 1-0. Да. То есть это вы сейчас дали предикт абстрагируясь от того, какие команды играют, это просто посмотреть на драфт. Да, да, то только по драфту. Сверху слишком хороший драфт. Окей, я вас услышал, но давайте взглянем на коэффициенты от наших партнеров париматч, может быть, там что-то отличается, а нет. Кстати, были ли они такими точно? По-моему, было 1-15 или что-то такое. Да, да, да. Ну, короче, он стал не в пользу 2-0. Да, ну, получается, наверное, у букмекеров просто появилась информация о том, в каком составе флотмун 2-0 будет выступать, и поэтому такие расклады. Собственно, друзья, не забывайте, что париматч в рамках третьего сезона дарит вам целых 100% бонусов первому депозиту на турнире третьего сезона париматч-лиги. Об этом почитать вы можете, кликнув на баннер в описании нашей трансляции. Но мы будем передавать слово нашим комментаторам. Сейчас для вас работают адекваты Морталис. Всем добрый день, друзья. Ну что ж, посмотрим мы еще пару матчей сегодня по расписанию. И наши аналитики как-то в один голос сказали, что флотмун уже ведут 1-0 у команды флотмун 2-0. Такой каламбур получился. Я тоже, наверное, соглашусь с ними. Я считаю, что эта команда будет фаворитом в серии, и коэффициенты неутешительные. Это все понятно. Мы, как обычно, будем говорить банальные фразы, что мы хотели бы посмотреть на три карты, хотели бы увидеть какую-то интригу. Но вот если честно, по-моему, эта серия может получиться самой скучной и простой сегодня, как думаешь? Ну а вдруг это, знаешь, как в составах Virtus.pro, Virtus.pro, Prodigy, IG, IG, Vitality, да, где вроде как одна и та же команда под названием, да, но вторые составы обыгрывают первых. И много раз такое происходило. Но в составе Virtus.pro, Virtus.pro, Prodigy, там, конечно, история такая, что ВП душит, наоборот, да, молодежь. Но IG, Vitality, например, частенько IG переигрывали. Посмотрим, может быть, тут Fly2moon 2-0 переиграют. Fly2moon со счетом 2-0. Ну или уступят со счетом 0-2. Ну вообще, да, Fly2moon оригинальные у нас фавориты, однозначно. Они там на ESL неплохо выступают, да, параллели на крупной лиге. Я думаю, что и здесь соперник все-таки чуть по... Ну вот уровнем пониже. Все-таки объективно Fly2moon 2-0 у нас мало куда калибруются, да, мало куда отбираются. Участвовать в турнирах тир-1 уровней мне удается пока. Собственно, я думаю, что паре матчли как раз та лига, где им нужно себя раскрыть максимально. Но соперники непростые. Там по турнирам таблиц сами все видите, друзья. У Fly2moon 2-0, 2-3 стата. То есть, ну, не самое обнадеживающее, да, то есть бороться в топ-4 сложно. В то время, как у оригинальных Fly2moon там позиция топ-3 пока уверенная очень эта позиция. В общем, выбить их от-то будет трудно. Ну, они изначально были претендентом на топ-4 безоговорочным, это все понятно. Мы выделяли сразу VP, Hellraiser и Fly2moon. Все остальные пять команд должны были бороться за четвертый слот. Пока Unique очень уверенно идут, может быть, сегодня подтвердят вот этот статус четвертой команды, которая должна занимать место в первой четверке. Посмотрим. Тебе не кажется, что Fly2moon, у них какой-то кризис идей при этом всем? Я вот смотрю на эти драфты, такое чувство, что я в сотый раз смотрю одну и ту же игру. Снова Storm Spirit и снова PL. Не знаешь, кого брать на керри, бери PL. И этого PL у Fly2moon, мне кажется, только на него смотрю. Вот серьезно. Когда смотрю на керри, одно и то же. Считается ли это кризисом идей? Когда команда не хочет что-то новое изобретать, развиваться в плане мап-пула какого-то, играет просто то, чем она играет постоянно, и в том, чем она уверена. Это ли кризис идей? Ну, при этом побеждает, да? Надо сказать, что все-таки на дистанции FirstBat у нас Lilla оформляет на AlwaysFanofLight, который IDC Lill. А теперь. Вот. Ведь все-таки, если посмотреть небольшую дистанцию от Fly2moon, опять-таки, при участии вот в топовых, ну, в сражениях с топовыми коллективами, уровнем близким к топ-1, а во всяком случае в СНГ, в Европе, то в принципе нам дистанция говорит о том, что у Fly2moon все в порядке. И надо ли, так далее, коэффициент, кстати говоря, от нашего партнера в паре матча, 1.2 на Fly2moon и Fly2moon 2.0.4.2, ну, понятно, в общем, кто в порядке, кто в целе. Надо ли в таком случае, если у тебя в принципе то, что работает, заходит по статистике хорошо? То есть ты побеждаешь в большинстве случаев, вот. И при такой загруженности матча, наверное, требовать, чтобы коллектив Fly2moon еще и предлагал нам новые какие-то стратегии и отрабатывал, довольно сложно. Тут, наверное, еще и к соперникам требование. Подстроитесь уже наконец-то. Переигрывайте, да. Это можно все переиграть. Против этого, я уверен, там, более топовые команды, европейские, наверняка знают, как играть. В Fly2moon идут не идеально. Они там то выигрывают, то проигрывают на лигах. Поэтому подстроиться под такое, я думаю, можно. Но вот опять им отдают все, что они хотят взять. И опять команда будет играть, стараться с позиции силы, с комфортными для себя героями. Посмотрим, как будет здесь. В ФБ есть уже неплохое начало. Посмотрим, как будет на линиях. Как линии банальные с той и с другой стороны. То есть никаких сюрпризов здесь, наверное, быть не могло с самого начала. Все герои куда должны были пойти, туда и пошли. Будем смотреть, как они отстоят на линии. Вот сказали аналитики, что пак будет тем героем, который может обеспечить хороший мидгейм команде. Я, пожалуй, соглашусь, потому что без пака, если у него игра не пойдет, тут вообще не ясно, что делать. Для Фуриона некомфортная игра. До него тут добираются много людей. И ему неприятно играть против героев типа Шторма и ПЛа, например. Саппорты так себе, мягко говоря. Я, конечно, знаю, что мы можем увидеть энчантры с уровня Пупея, да, с Мидасом каким-нибудь, который наберет там кучу слотов и покажет класс. Но есть сомнения в этом все равно. Ну и Спектра очень жадная. Прям какой-то жадноватый пик получается. Если у пака не пойдет, вообще не ясно, что делать в мидгейме. Может, такой провал случится. Слушайте, жадновато. Ну, давай сравнивать с командой Fly2Moon, да, по поводу жадности. Но Спектра, я бы не назвал ее самым жадным персонажем. Для меня, например, очень жадные ТБ и Медуза. Вот это очень жадный керри. Спектра, она может быть активной, достаточно активной. Вот эти сборки с нейкрономиконами, там, с Солрингом, да, по кулдауну ультимейту мы подключаемся, фраги делаем. Все-таки принимаем участие. Билды нынче на Спектре отлично от того, что мы видели там годом ранее, да, когда покупали и только покупали Radiance. А сейчас все-таки, как я уже говорил, некрономиконы. Там, Яшу купил, ты боец. В принципе, с мантой плюс-минус тоже. Или фаз диффуза, пожалуйста. Почему нет, да? То есть подключаться там к герою можно, а все остальные четыре персонажа, ну, чем не боится? Шекер и Чатрос прям с первых минут пойдут фиссуры ставить. Фурьон подключается, Пак подключается. Как мне кажется. Ну, Шекер там от Бенка зависит разве что. Все остальное работает от левелов. Я, честно говоря, просто не очень вижу, что пик команды Flight of Moon 2 0 супер жадный. Мне так кажется. Посмотрим. Я, кстати, Некра очень давно на Спектре не видел. По-моему, игр 10 подряд. То есть больше, которые именно я комментировал. Этот герой играет без некрономикона. Сейчас как-то вернулись к Солрингу по большей части. А я, наверное, не крономикона видел. Ну, давай дальше. У себя в Китае, да? Да нет, но не только в Китае, на ESL было, да, с некрономиконом. А вот мне как-то не везет. У меня в основном Солринг. Погнали. Ну, я думаю, что это, знаешь, такой выбор, вкусовщина чистой воды для Керри, что он хочет приобрести себе. Солринг, понятно, что подешевле стоит. Они крономиконы побольше для разгона дают. Тут, в общем, на любителя, что называется. Я, знаешь, о чем подумал? Вот касательно той мысли, которую ты закинул, там, Flight to Moon. Ведь, по сути, свои Flight to Moon, это же команда пенсионеров, да, таких вот наших, горячо любимых, старых игроков в СНГ, на СНГ-дотер-сцене. И они фактически, ну, и исполнением все еще, в принципе, хороши, да, но еще и опыт у них какой-то большой, там, багаж знаний просто неприлично огромный у того же Fly, да. У Алохи больше, там, с микро на четвертой позиции, отлично. У Айсберга микро, в первую очередь, отлично. Ведь он, там, относительно них, конечно, более молодой в этом плане. Ну, на кнопке более-менее приемлемо нажимает. Ведь мне, на самом деле, очень тяжело верить в то, что команда посидит, например, там, после проигранного матча, там, разбирает реплеи, прям, основательно, так, да, или давайте, там, пойдем откатаем несколько праков с новыми стратегиями, с новыми пиками, героев новых опробуем, там, битюны на мипа посадим, грубо говоря, да, заставим Айсберга, там, на Арккорда не сыграть или чем-то подобное. Это, скорее, разговор о том, что ребята, там, допустим, проиграют катку. Они знают, почему они проиграли, они это, там, озвучили вслух, все понятно, никаких ошибок не допускаем, завтра все, пацаны, заниматься своими делами. Ну, и там, Алох Стрипмит идет, допустим, Габлак, Габлак. Флай идет, там, например, в Мафию играть, ну, каждый, в общем, своими делами. А потом собираются вновь, как бы, на позитивной волне, снова тащат свои каточки, ну, где-то тащат, где-то проигрывают. В общем, мне кажется, что Флай Ту Мун именно про это, команда про игроков, которые максимально друг другу лояльны. И если уж там идет какое-то, там, подтрунивание, то на такой, на позитивной ноте максимально, с смехом и добротой. Эта команда, прежде всего, мне кажется, именно по человеческим каким-то качествам, близки друг к другу, а не как вот какие-то, там, супер задроты. Вот какое у меня мнение на этот счет. Собственно, именно поэтому новых стратегий, скорее всего, от FT мы не увидим. Но увидим, зато проверенные временем Шторм Спириты, Флай, который всю жизнь на ондайинге играет, Алоха, который, если появится возможность украсть Рубику, он обязательно сворует, потому что он им очень куда-то отыгрывает. Ну, и генерал тоже стандартный метовый набор героев. Тут, в общем-то, поэтому такие пики у команды FT появляются. Вот, вот что я хотел добавить по этому поводу. Так, если посмотреть вообще на вот этот пик и посмотреть на историю команды в последних двух патчах, просто по статистике. Пангольер топ-1, 18 раз. Рубик топ-2, 17 раз. А это команда, топ-3. А это команда, конечно. Пл топ-3, 16 раз. Три героя, самых частых. Undying топ-7. Причем в этом патче у него винрейт 36%, команда самарный за два патча 50%. То есть предыдущий патч как-то получше с ним шел. Ну, там есть еще битрайдер, которого им просто не всегда будут давать. Сларк, например, из популярного. Деспрофит, естественно. Эмберспирит. Ну, Эмберспирит сейчас берут абсолютно все. Этот герой, мне кажется, даже не должен куда-то там попадать в статистику. Он, в принципе, чаще всех пикается сейчас в мире. И винрейт у него при этом очень хороший. Ну, вот просто показательно, что три героя, и они у нас в этом драфте собрались. Ну, вот так, да. Подтверждение нашим словам получается. Особо долго не думали на драфтах. Взяли то, что дают. А соперник дал все практически. Все любимое. Все хорошее. Кстати, вот не знаю, на статистике можно ли вычленить или нет, но, по-моему, у Флая самый рекорд по самому худшему КДА именно на Undying. Больше всех смертей, я имею в виду, там, вот это вот все. Я думаю, что и больше всех ассистов на этом герое, у него также рекорды. Причем, мне когда говорят вот про игрока Флая, я все время почему-то вспоминаю Undying. Не знаю. Для меня этот герой и этот игрок закрепились прямо в связке. Почему-то в голове. Не знаю, почему так. Хотя, конечно, Флай намного на чем сыграл. Ты правильно подмечаешь, что это седьмой только популярности героя этого коллектива. То есть, есть и другие саппорты пятой позиции, но Undying почему-то вот за Флая. Нет, с порта пятой позиции там только Гримстроук повыше. Ага. Ну вот, значит. 16 раз. Undying 14. Вот ты мне сказал сейчас про Флай, мне прям сразу захотелось посмотреть, что там да как на Undying. Ну и вообще. Помоги-то рекорды за ним были на Undying. Вот, опять-таки, память у меня, конечно, дырявая, но что-то, что-то вот у меня закрепилось. В голове что-то связанное с Флайом и Undying'ом, что-то было. Ну в этом патче он, например, больше всех убил на Undying'е. Рекорд, рекорд. Уже неплохо. ГПМ самый высокий. У него много всего. Ласт хиты, там топ-3, топ-4 в этом патче. На самом деле, если нажать Undying'а и выборку вот этого последнего патча, там Флай будет абсолютно везде, а то и по несколько раз. То есть там в топ-20 будет раз-6 сидеть. По каждому показателю. Погибает, кстати, Флай у нас сейчас. Ну, правда, надо еще подметить, что сам по себе персонаж Undying, если мы берем мету, он вообще не в мете, да? То есть, чтобы была выборка с другими игроками, чтобы игроки на этом героя играли. В соло Айсберг пытался зацепить Аскольда. Пошел до конца Айсберг. Вот-вот и на опыте разыграть. Хорош! Айсберг в миде, ну красавчик. Байбэк от Пака. И он вернулся на соло Айсберг байбэка. Вот это зацепит. Пак жесткий. Да не оба жесткая. Вот этого я точно не ожидал. Один в соло убивает вражеского героя, просто в соло там размениваясь на минимальных запасах здоровья, то есть прочитав полностью урон соперника. Второй на Элизо Рерп делает байбэк, возвращается и убивает от своего обидчика. Вау, просто вау. Красавчик. Что Аскольд, что Асберг. Не часто ждешь такие байбэки на первых секундах буквально игры. Герои возвращаются, просто чтобы заработать ответный праг и тоже экспу получить. По сути, ну, вряд ли он там в ближайшие 10 минут планировал выкупаться. Так, а здесь... Шторм Спирит-то все-таки левел еще не самый высокий, поэтому, может, и погибнуть здесь один в два. Фиссура до сих пор стоит. А это очень не приятно. А ТП-шки-то нет у Шторм Спирита? Да. И он пешком будет сейчас на линии. Это очень неприятно. Хороший ганг-карт-шекер. Молодец. На топе, правда, Спектра убили. Вот это вот плохо для Зитрекса. Зитрекса что-то судьба помотала, да? Вот тут то в Юник там поиграл, не закрепился. Теперь за Флайту Мун 2.0. Что ж он так как-то вот не может найти себе команду. Бедняжка. Вроде играет недурно. А состава постоянного нет. Теперь вот за Флайту Мун 2.0. Посмотрим, как он здесь себя реализует. Пока смерть на линии неудачна к пятой минуте. Так, ну, кстати говоря, да. Пятая минута-то самая. Сейчас баунти рудно будут контролить. Алоха разменивается сноу-фером. Так, не по шансу пока для Алоха. Флай зажали Флая. Дикей по одному дал. Прячется. Но там особо и не спрячешься. Пеньки бьют. Шейкер бьет. Нонграта бьет. Минус андайнг. Алоха, конечно, две баунти для себя тут засекюрит. Снизу при этом Флайту Мун 2.0. Тоже две балансы. Тоже мы забирали. Того по две. Шейкер пока крайне полезен. У него очень много денег накоплено. Мы вполне можем ожидать какой-то очень быстрый блинк, например. Быстрый блинк на Шейкере в игре против Шторма. Да вообще в игре против кого угодно. Против Бэйла. В том числе это сверх круто. А здесь хотят еще раз накрыть. И вполне могут. Вполне могут убить еще раз. Возможно, размен произойдет. Получится хотя бы Шейкера забрать. Но что-то я уже сомневаюсь в этом. Айсберг. Третья смерть. И уже Киллинг Спри у Пака. Штиллевел так и не успел взять. Слушай, ну главное, что хватило, да? Потому что я посмотрел Дрим Койл и Сайленс практически одновременно от Пака были, да? То есть две такие ну, незаявляющие фактически Шторм Спирита способности. И у Шторм Спирита все это пережив была возможность уйти. Но урона все-таки хватило. Надо как-то у Дрим Койла после Дрим Койла Болл Лайтнинг закрывать Сайленсом попозже. Может быть как-то было после Фессоры еще. Ну ладно, в общем разобрались и разобрались убийство удалось сделать это самое главное. Просто казалось как будто там Айсберг еще буквально 50 здоровья накиньте и он выживет. Просто победит. Ну на такой стадии это не наказывается. Вот дальше если будут моменты какие-то тогда да там уже нужно будет все четко прожимать в тайминг чтобы у Шторма не было возможности уже с ультимейтом улетать. Но тем не менее 6-2 начало это крутое если не считать богат первые 7 минут все хорошо у Флайк Мун 2-0 я бы сказал очень хорошо начало достойное и можно тут бодаться. Самое главное что пак начинает здорово. Хотя вот смотришь киллов у него много при этом денег не намного больше чем у Шторма. Он Шторм лес фармил пока его убивали там до того как его убивали. Там вот этот вард очень глубокий противный такой Флайк Мун 2-0 стоит вот глубоко глубоко в лесу Флайк вот найдет его еще во смотри но вот свой обсервер правда поставил и сейчас Флайк Мун 2-0 знает что там опс. То есть обычно это как делается ты ставишь центрик курьера подводишь чекаешь если там варда если там вард есть снимаешь и потом ставишь свой опс. Но Флайк решил прямолинейно сыграть центрик бахнул опс бахнул свой и в итоге вард конечно снес но и скорее всего чтобы спирита забрать что она теперь уходит уже в другой лес мало здоровья Лохотен фиссура качественная от Лила Лил везде Лил красавчик Лил вообще на старте не дает продохнуть команде Флайк Мун уже и в Миди помог в лесу помог найти на топе поучаствовал в убийстве прям молодец ну слушай это Лил да он везде в аналитике в твиттере и в комментариях там Лил он вездесущ куда не глянь везде Лил на Сайберспортеру тоже Лил везде Лил гангает центр опять-таки Лил кто еще гангает все четвером но надо убивать если не убьют будет ошибка конечно большая но они естественно убивают красавчики доминейтинг уже у пака и сейчас он немного оторвется от шторма агрессивная игра слушай ну вот вот пожалуйста подтверждение слов о том что не такой уж и жадный пик есть чем гангать есть чем убивать то есть постоянно идут ротации от Шторм Спирит от прошу прощения Шейкера конечно же на Шторм Спирита плюс Допак подключается плюс Фрем подключается чаттер где-то рядышком все и даже Хаун используют вот так вот максимально жестко играет вообще это правильно мне кажется чтобы команду Флай Ту Мун побеждать ну по моим наблюдениям то что я видел в прошедших матчах этого коллектива надо в первую очередь конечно же максимально ну как вот правильно сказать затильтовать Айзберга да вот Айзберг у нас игрой к большой морали и если ему эту мораль сбить в принципе на старте игра может просто свалиться из рук поэтому если загнобить в начале Шторм Спирита в данной ситуации то в принципе у Флай Ту Мун 2.0 могут возникнуть проблемы ну да может возникать такое ощущение что Айзберг там сидит не кидает конечно мышки но психует типа ребят вот они опять меня загангли вот там у них варда снимите его уже поскорее бесит сколько можно команда говорит погоди погоди потерпи немного у нас там ПЛ фармит вот этот ПЛ сейчас пошел делать фраг на Лили задоджил небольшой стан от него и фраг действительно заработал ведь он продолжает отрываться у него конечно потрясающий надворс уже под 5000 классно идет а лоху здесь скорее всего добьют очень мобильный пик безусловно в ТМ 2.0 и они этим пользуются и продолжают по всей карте убивать сейчас соперников уже 9 фрагов заработали ну классное начало красавчик не ждут блинков на паке на шекере а зачем есть фиссура есть дремкоил поехали или уже здесь или уже здесь айсберг хватит а ты мышка вполне может полететь куда-нибудь что за душка такая плотная в центре так генерал ой какая позиция генерала сейчас и покатушки идеально покатился ну да я думал вниз покатится туда за шейкером шейкера 100% убьет в итоге могут забрать только фуриона но это мне кажется так себе размен а че ничатер сделает интересно такой какой-то выгод что бразмен нормальный был надо еще и чантрис просто отдать или это байт подожди может быть гениальный байт возвращается пак тем временем а он руну забрал у аскольда руна волшебства но у дримкойла правда нет дримкойл использовал до руны волшебства и там дальше форсит раку было довольно трудно уау у нас новый рекорд кстати пока айсберг у нас камбечит немножко за паком до конца он знал куда аскольд уйдет айсберг камбека айсберг вау красиво теперь просто будешь умирать за это или нет прыгнул да ну должен должен здесь умирать пока нет дерется тут еще рубик подошел вот его я сразу не увидел а с рубиком может получиться айсбергом маны нет бутылки нет ничего нет и до конца зитрак сноуфир просто гонит его каунт даже использовали аспектр тут тоже маны нет там на даггер какой-то вроде хватает хватает айсберг погибает в очередной раз сколько у него смертей уже 5 или 6 там чё-то много то есть 6 6 смертей 3 6 на 12 мидеры могут за полтора часа столько не умереть на штормах а тут как-то не пошло не, ну сейчас у круто скрал он реально вот ну не постеснялся пошел и дал убийство обновленный коэффициент кстати говоря 1 и 1 на flight to moon который оригинальный flight to moon 2 и 0 6 25 ну да то есть мы понимаем что у нас проблемы эти проблемы конечно бесконечно 1 12 создают ребята из fight to moon 2 и 0 но всегда есть одно но это но под названием битюн на фантом лансере которого вообще не трогают вообще 0 внимания этому персонажу этому игроку вот он стоит на линии ему даже фраг шейкер разочек отдал 6200 над вор спектр подключается ну спектр за фраги ассиста столько денег не зарабатывает как зарабатывает фантом лансер на голом фарме ну и вот эта вот колоссальная разница между мякей и даже с 400 и 4700 ну она должна во что-то вылиться как минимум вот в те коэффициенты которые нам пари матча предлагает потому что ну разница очень большая между мякей так спектра снизу ну здесь не снести и вышку быстро нужны тиммейты вот они кстати уже рядом и флай могут его здесь загнать однако рядом генерал так же он использует свой ультимейт и покатился покатился хорошо приона не отпустили и судя по всему попробует еще кого-то зацепить посложнее безусловно будет убить хотя хотя генерал пытается а тут уже лил лил не даст там погибнуть своему керри забирает анчандрес френ там умер но перед смертью успел дать свой ультимейт который накрыл андайинга в результате размен небольшой состоялся но суммарно один из два вроде как получше для флайтов да получше сто процентов плюс ничего опять не могут сделать с фл каждый раз происходит одно и то же ведь тюн на этом поле выносит какие-то слишком быстрые вещи вот опять рекорд может он не самый большой учитывая выборку там по полам их немного было на лиге но тем не менее возможно он свои обновляет кстати 7500 спектра играет непонятно кстати через что вот есть деньги а тут как пойдет как говорится если будет возможность все-таки купить радианс он его купит нет ну значит придется дешевыми какими-то складами обходиться так шторм в этот раз нападать на него не станут ну да то есть у тебя будет в инвентаре там ну точнее в кэше 2000 примерно на счету и тебя убивают что ты делаешь оставляешь теряешь деньги или все-таки покупаешь яшу для манта то есть такой вот выбор станет перед спектрой центр у нас теперь сами флайт умон пытаются продавить полным составом фтм 2.0 вроде как особо защищаться не собираются да они героев своих расположили аккуратно по всей карте ну там кто-то отбивает центр два героя по крайним линиям работают тоже фармят понимают что конечно ганги гангами ну слушай вот в результате всех этих нападений все равно мы видим что штурмспирит старше чем пак там 700 голды разница в плюс для айсберга говорит о том что все-таки да вы там гангли убивали но размены были сам штурмспирит хайлайтил фраги зарабатывал плюс опять-таки лесок уфармливает и с борцом в принципе все хорошо у айсберга ну и хорошо я имею ввиду на фоне соперников очередной хороший показатель на две с лишним минуты быстрее чем в среднем поэтап лох там уже выборка огромная две минуты там очень много на самом деле учитывая что яша уже у него есть попытка здесь напасть снизу она будет удачной здесь как минимум один герой останется а то и второй минус энчантрес минус фурион дальше пытается поймать еще и пака проблемки могут возникнуть как жить непонятно лил пытается спасти прячется пак скиллы в кд и он тоже погибает это минус 3 можно продолжать но за шейкером уже опасно идти маны не оставалось практически у шторма еще минус 3 еще сильнее преимущество увеличивается пока вся прелестная дота команды flight to moon 2.0 закончилась как раз к минуте 14 теперь уже гангать убивать не получается ответки дают FTM принимают любые бои и выясняется что flight to moon сейчас все получше с деньгами есть первые какие-то шмотки уже и шторм спирит не так просто забрать его во-первых помогает постоянно команда телепортирует во-вторых он там посильнее стал у него выход как раз таки там Voga Axe то есть быстрая БКБ ну и в общем все flight to moon 2.0 решили теперь мы будем фармить ну а теперь уже фармить им FTM не дадут они будут сами нападать сами играть первым номером на ту же спектру нужно поглядывать у него где 800 все таки сакер тролли хочет зитракс себе купить еще тысячу надо еще тысячу где-то нафармить не нормально я думаю что если данга не будет в направлении зитракс если будет погибать его тиммейт то радианс должен появиться айсберг как раз тоже наверное особо не хочет сейчас идти в бой пока БКБ не возьмет ну план есть мега прекрасно под мегу можно выйти можно подраться нет у флай там его ультимейт но это в принципе не так страшно том бы поставил соло рептал уже импакт внес самое главное что Витюн конечно боец сейчас номер один с дефюжиал блейдзами с яшей забрать его сейчас проблема можно было конечно попробовать придумать какой-то эхо слэм мощный но там у шейкера блинка нет он тоже не смог нафармить ранние ганги от лилы были хорошие но не достаточно хорошие чтобы к 16 купить себе блинк то есть еще немножко на Творс не хватает вот смотришь на разницу между ПЛом и Спектрой один герой фармит с яшей потом с диффузами а второй бегает просто руками бьется одним сапогом иногда даггер кидает крипов насколько же быстрее ПЛ добирается до следующих следующих слотов пока Спектра там несчастные 3 800 выносят вот в чем именно проблема этого героя если вы выбираете именно путь через Радианс у одного там миллион денег разница между ними уже 3,5 тысячи цепляют цепляют Спектру как уходить непонятно вот аккаунт неплохо ушел все-то китай шекер купил себе блинк хотя убивали его прям жесткий тайминг ему не хватало сотни голды сотня 150 примерно его убили но что-то продал определенно что-то продал и купил себе блинтач по-моему ничего не хватало денег после смерти осталось 2000 ровно но это лил он все может а может ты продал не видел если честно ну по-моему стики были винлейс был может быть и не продал как ты ему короче накапал за счет может баунтирун где-то лишний взяли ну ладно дело такое блинк есть это самое главное обидно тогда в такой ситуации получается то что реализовать эхэслэм не выйдет потому что эхэслэм он давал как раз таки в момент атаки на него разулетился теперь нужно ждать ну в любом случае что там спектру поскорее вот как-то в идеале иметь перед следующей дракой 12 просто чтобы этот эхэслэм хоть какой-то урон нанес потому что смотришь стадия уже такая что у флайта мунгерой отожраны и они набирают у них очень много статов хп соответственно и этот эхэслэм просто дэмэдж даст все а здесь вы еще и убили как левел получать теперь понятно счет был в один момент 2-9 сейчас 13-13 конечно те 9 фрагов допустим в разнице ну там сколько как какой говорит счет был 2-9 7 фрагов ну вот следующие 7 фрагов которые зарабатывали уже позже ребята поэтому они конечно были более ну более профитные что ли да так наверное можно сказать за эти фраги уже потом больше получали поэтому чем за начальные получали поэтому 2-1 штурм покупает себе бкб он понимает что все что его может остановить это шейкер и пак если покупается блокинг бар то эти два героя становятся абсолютно не страшными и не важно что у шторма там немного маны нет бладстоуна кай какой-то зато он может один раз ворваться всех убить а дальше уже команда просто сломает сторону такими темпами нужно просто провести один хороший бой потому что игра на самом деле идет к тому что она может закончиться минуты до через 5-6 два неудачных файта заберут Рошана флай ту мун и скиллы все свои выкинут фтм 2-0 ничего не получится и на этом игра закончится не хотелось бы хотелось бы чтобы все-таки еще потерпели чтобы мы посмотрели на спитрусы слотами слотов пока немного но еще фармить 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 21-я минута все-таки так поначалу казалось конечно что у зикторсов получше будет результат интересно было бы статистику параден нападают на шторм спирита вот пожалуйста бкб ты конечно купил а из чейнстанов выйти сложно потому что если врывается лил он не отпускает уже бьет 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 тотема дает убивает это хорошее убийство немного они остановили сейчас оппонента не будет драки пока нет шторма как минимум разве что могут попробовать напасть на спектру сейчас дитрекс увидел людей дакер кинул и побежал в обратную сторону понял что небезопасно здесь находиться можно и подставиться хотя бить его наверное долго будут без шторма а тут еще и рубика ловят рубик может погибнуть или не может непонятно рубика пытаются пробить не получается а здесь уже генерал божественный ролик тандр просто он уничтожает всех он только-только забрали лофо дэнс генерал сколько же спейса для витюна в итоге создал лишает жизни трех героев вот такие вещи конечно вот так вот вырываться в принципе открытом пространстве на открытой площадке где есть возможность еще и где-то отбивать свою роллинг тандер чтобы вернуться файт на этом месте максимально максимально круто реализовывается роллинг тандер от панга максимально в итоге нет трех главных защитников сейчас один появился конечно он без ультимейта там еще рубик даже своровал ультимейт пака да и двинуть никуда не могли то есть пак плюс панга работают хорошо связь даже если они в разных командах если истолковый руд в итоге т3 падает с одного захода вот что значит сделать минусы где-то до базы потом спокойненько заходить вот уже 7000 перевес поэтому мы по фрагам вырвались вперед первый раз с эту карту сейчас можно отступить можно что-то добрать себе можно на Рошана например сходить и потихонечку уже игра будет заканчиваться в ТМ 2.0 нужна драка хотя бы одна хорошая где они сумеют отыграть пару-тройку тысяч в идеале чтобы они еще Рошана забрали но это прям совсем будет из области фантастики потому что байбайки мы видим есть у Радиант они обязательно выкупятся если вдруг где-то файт проиграют если бы не такой богатый ЭПЛ был будь у него там тысячи хотя бы на 3 поменьше или у Спитры на 3000 побольше можно было бы о чем-то думать но пока этого нет Альберг может тебе позволить соло стоять в барак просто ломать и никто ему не мешает и наказать тоже не получилось а там Сатаник Сатаник с Энджелия очень быстро Лил Лил Шторм Спирит держит дистанцию пытается развеять смок Писсура Поехали Убийца Аленс 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 Игрался И выходил Шторм Бэйбэк да будет возвращаться там есть как раз таки Амонтос захвачен на него нужно будет прилететь Кого бэйбэк что происходит Он понимал что какой-то выход на него идет но он так вот максимально отдалял этот выход на себя практически байтил ну думал что наверное успеет нажать кнопки или выживет не вышло Ладно есть бэйбэк это в принципе так может Короче обновляю я свой план по тому как нужно побеждать в лайфту мод нужно гнобить айсберга и не забывать про Витюна вот просто одно гнобление айсберга как мы видим результаты хорошего ну или не забывать фармить хотя бы потому что ты правильно тогда сказал что убивали там 6 раз а у Пака меньше как так получилось непонятно Пак просто слишком мало внимания уделял именно себе больше внимания уделял Шторму Пак по-прежнему несмотря на байбэк Шторма там далеко позади ну что одна линия снесена попытка теперь снести вторую проблема в том что скиллов не осталось у Дайер все что у них есть это хаунд но хаунд урона много не нанесет эхо слэма нет вот Дримхойл появился без хороших новостей и сразу же попытка реализовать это все попытка напасть ну кстати дэмэджа-то вообще не хватает я так смотрю генерал до сих пор жив-здоров начинает крутиться уже минус Пиктра минус Пак они оба выкупаются Нонград тоже в БКБ пытается что-то раздать но этого не хватает год лайк у Витюна и пора наверное сдаваться здесь уже но Фир тоже скорее всего под Т4 уже будет выкипать ведь он не хочет таких отпускать в итоге минус 5 вразмен на никого и Флайд Умун практически поставили в точку в этой карте хороший день у них сегодня замечаются ну соперники пока не сложные ничего уж да пожалуй команда еще не ровно так на лиге стартовала естественно хотелось уже все вопросы решить им сегодня раз уж две серии сыграть пришлось почему бы и 6 очков не заработать 6 очков уже много ворваться куда-то в топ-2 закрепиться я бы даже сказал то есть они уже типа в топ-3 если сейчас там вот две победы подряд за сегодняшний день я думаю просто достигнут до такой отметки до такого результата что сбросить тебя уже стоп-4 не получится самая главная идея пах поймали хорошо их и слэм от шекера но остановили его продолжит комбинацию он не смог дает фиссура очередной стан в итоге демедж особо конечно не хватает сейчас пробить генерал катается ведь он под это дело просто убивает соперника удобно получается ведь он даже бегать ни до кого не надо потому что всех останавливает генерал обратно телепорт нет good game well played 27-16 итоговый счет и fly to moon переигрывают fly to moon 2-0 ну в общем как и как и в общем говорили коэффициенты от нашего партнера в паре матч как и обсуждали и рассуждали наши аналитики какой прогноз в общем в итоге давали и мы в результате все в итоге сошлось воедино самый главный правильный результат пока все очень предсказуемо пока у нас интриги никакой нет мы постоянно ждем она почему-то не приходит надеемся опять что fly to moon 2-0 также хорошо стартанут и на второй карте потому что начало было действительно за ними они там поубивали они там много заработали фрагов но это к сожалению ни к чему не привело надеемся что во второй карте у них получится и они все-таки уделят внимание своим героям они побольше пофармят чтобы мидгейм у нас протекал так что будут близки к тому чтобы повести уже серьезно в карте а не как здесь получилось где fly to moon да по сути наверное с первой до последней секунды понимали что эту игру они точно не отпустят особенно когда мы видим как витюн там один за другим рекорды ставит ну как здесь победить такого пл не знаю ну и не получилось в итоге ладно может быть получится во второй карте что-то изменить пока друзья передадим слово нашим аналитикам витюн на поэле где-то мы это с вами уже видели просто очередная победа для него уверенная чистая вообще без каких-либо проблем а вот у меня проблема есть с такими играми потому что мы после этих игр выходим в аналитику я смотрю на этих красивых людей и думаю какой необъятный мир у них в головах находится сколько интересных вещей можно было бы оттуда выутить а я не знаю что у них там выуживать по прошествии первой карты этой серии вам есть что сказать коллеги скажите мне пожалуйста да что если ты проигрываешь драки 4 в 5 знаешь ты был на фулл фрифарме то потеряв две стороны можно не пытаться воевать за третью как минимум это я бы выделил то есть здесь очевидно странный просто план какой-то у них был выделить очень много ресурсов на айсберга в целом вы берете даже с байбеком возвращением на линию типа вот он плюс 100 получает на самом деле это возможно был хитер план по фарму поинтов на батл пасс потому что сейчас сложно а тут ребята большим левелом заливать в тебя пару сотен за игру и уже приятно пять браков сыграл левел получил какой-то однако конспиролог ну да не исключено кстати что так оно и было да вот самый главный концепт то есть на чем сегодня стоит акцентировать внимание это на верхней строчке по нетверсам то есть ни в одной из драк на ранней стадии игры пл участие не принимает фармит 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 и фармит и просто каждый хайлайт каждый следующий элемент сравнивайте количество денег у плейла и у спитри то есть у флотон настолько все под контролем было всю игру что даже не за что зацепиться нечего сказать единственное что меня беспокоило это вот айсберг типа сколько у него 350 сколько у него если он по натворству занимает при это второе место то есть его противники большими силами в четыре героя убивают на пернаруне перед этим он пока они его искали фармил лес фармил линию фармил лес фармил у него больше лаву в итоге его больше денег то есть это скорее ну такая знаешь небольшая злость его может быть что нормально поиграть не дают но понимаешь что он выигрывает ну да то есть все во имя команды ну как бы да то есть у него он сидит и смотрит на шмотки пэлла там всех 200 смотрит у нее смотри фэйзы два банда и этот стигра и жилий до кого-то пытался помнить от кого от дохака сегодня же вышел гайд на блюмастер от дохака не дождались одного дождались и второго что называется и он там написал что не грех отдать фб если это фб во благо команды типа ну вот очень часто еще не грех отдать фб даже не ради благо команды а ради того что противник тратит очень много за это фб то есть оно дает не так много денег как допустим стоимость двух фласок двух мангосов двух клареток еще чего-нибудь вот и по итогу смотрим опять же хайлайт 8605 700 следующий хайлайт будет 10 13 тысяч на 9 и то есть у тебя вообще же нет ответственность на пл у тебя он не предусмотрен то есть все что нужно было сделать флотом это формить плодокого состояния и он определенность задачи справился и вот условно первый драк в который он зашел поучаствовал викид всегда болтилл добивают пака доедают и ты ничего не можешь сделать передачи есть момент передам такой момент тяжелый для по этому 20 что если кто может бороться с эффективно бороться с лансером шейкеры параллельно шейкеры еще приходилось бегать за штормом в итоге получается такая ситуация что допустим здесь он выдал их основной шторма в этом замесе чтобы убить шторма если он выдает прекрасно шторма все сразу можно сказать ребята у нас нету ключевого кулдауна лансер заходи и в лами нам всем по очереди с чем естественно лансер прекрасно справлялся поэтому здесь ну прям на лицо было видно что была конечно попытка спасти драфт паком который вроде бы как там мог что-то сделать шторму но естественно это работало до покупки БКБ айсберг молодец он начал собирать блокинг бар первым айтовом но опять же на лансер ответ они не нашли и в итоге не знаю как так он на этом лансере сегодня уже играл он играет еще он до этого играл еще на нем сколько там 2-3 месяца на нем регулярно играет как бы и он он и сейчас на нем играет а хорошей контры против него нет и банов этого героя почему-то тоже нет почему так непонятно Димон я вообще сейчас гораздо полез смотреть условно героев лайтуму за последний месяц который они брали фантом лансер у нас занимает значит пятую позицию 12 драфтов лучшие показатели рубика 26 ой господи 16 драфтов 26 назад просто все убрали и отталкиваемся от того на чем команда играет на чем команда не играет значит открываю последний драфт открываю бан и смотрим противники забанили в первой стадии феникс битрадер квопа эмберспирит то есть те герои которые вполне себе могут появиться да у любой команды и очевидно что здесь подготовка правильная потому что эти команды эти герои находятся в топе у пикрейта у флайта начинается вторая стадия ты банишь морфа в последней стадии банишь кунку и тут возникает например вопросов не особо-то вызывает вызывает потому что морфа вам есть чем убивать вам не очень нравится играть против морфа шейкера но одного морфа наказать значительно проще чем пейло ну с этой с этой позиции да просто ну он в пуле тоже есть если просто мы с этой позиции рассуждаем что типа какими героями играют какими нет морфинг появлялся у флайту мун если я ничего не путаю все так ну тогда опять же ласпи кунг например знаешь сколько раз он появлялся за последний месяц у фтм скорее всего один-два может три раза он появлялся одна игра закончилась поражение против ОГ два раза в обеду понятно ну ладно друзья это была первая карта второй густов 3 серии которую мы сегодня смотрим и о чудо это не заключительная серия сегодня действительно долгий день и нас под занавес ждет хорошая игра но о нем еще поговорим впереди а сейчас пока вторая карта она произойдет у нас с вами после паузы а пока что покликайте на панеры почитайте описание акций которые специально для вас подготовили наши партнеры париматч в частности стопроцентный бонус к первому депозиту там все есть там все найдете ну а вторую карту вы найдете на своих экранах спустя несколько минут а вторая карта